Где деточки? Где деточки? Светлана и сама плохо ходит, но своих подопечных навещает минимум два раза в день. Ее цель не только накормить кошку и четверых котят, но и найти тех, кто мог бы взять малышей на передержку, а затем и в семью. Женщина понимает, что в подвале животные жить не должны, но и на произвол судьбы их бросить не может. Сейчас бы вопрос решить этих, куда-нибудь пристроить, потому что там два котика, по-моему, по мордочке определили, и кошечка. А если они дикие, они будут опять размножаться. И опять эта история будет повторяться и повторяться. А нам, чтобы они здесь воняли в подвале, нам не надо. Сколько мы вытаскиваем умерших кошек, а это пока мы найдем, а это вонь с подвала идет. А кто на первом этаже живет, те задыхаются. В доме Анны все отверстия, через которые в подвал могли бы проникнуть кошки, уже заделаны. Говорит, именно из-за любителей четвероногих вентиляционные окна пришлось еще сильнее закрепить на шурупах. Поэтому сейчас доступ животным в подвал перекрыт полностью, но воздух туда попадает, иначе по нормам нельзя. Самое малозатратное мероприятие – это сделать окна для вентиляции. И таким образом осуществляется воздухообмен, вентиляция и более-менее нормальная влажность воздуха. Конечно, надо оставлять вентиляцию, или лучше еще делать принудительную, регулируемую, тогда все будет великолепно в этой части. Ну а кошек там не должно быть. Такой позиции придерживается и Татьяна Анохина, представитель ЖЭК Петровская. Животных любит и дома тоже держит кошку. Но вот эти фото, по ее словам, наглядно показывают, что остается в подвалах после прикорма животных людьми. А дальше запах, блохи и большие средства на уничтожение насекомых. Согласно нашего законодательства, подвал является имуществом собственников. И они могут принять любое решение. Может быть, они там вообще приют для кошек сделают. Но чтобы это все было по закону и соблюдением всех правил садопедимстанции. Чтобы чисто было, убрано, чтобы кошечки были ухоженные, не больные. Но пока желающих создать для кошек комфортные условия в городских подвалах не было. Да и кошачьих приютов в Барнауле раз-два и обчелся. Ну а куда девать? Ну, ласка есть, но ласка не справляется. Частники есть, они тоже все забиты. У нас как нету продвижения их. А между тем, Светлана даже готова из своей небольшой пенсии заплатить тем, кто возьмет на передержку котят, которые живут в их подвале. И пусть после этого вентиляционные окна закроют, чтобы больше животные там не селились. И они не страдали. Жалко мне их. Жалко бездомных животных. Вот и все. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.